Всем привет дорогие друзья! Всем привет дорогие друзья! Снова на канале Семья Теклина. У нас раннее воскресное утро и вот они два супчика голубчика. Перси пришла, нагулялась, наелась и лежит, балдеет вместе с Ваней. Да, Вань? Ну Вань, конечно, ее очень часто мучает, гоняет, но она все равно все терпеливо переносит. И вон они как лежат. Она даже не хочет убежать. То ли понимает, что все равно не получится, то ли нравится. Перси, да? Тебе нравится, маленький мой? Да. Кто халюхий коська? Кто сладкий такой коська? Мяу, да. Персюнечка. Вот она. Ну такая она у нас хорошая. Так мы ее все любим. Так мы ее все любим. Да. Хвостик сладкий. Вот. Она дается, погладится. Не то, что мучка противная. Да. Ты поешь? Сладкий. Да. Сладкий кось поет? Моненький. Запела, запела. Да, мы тебя любим. Ты у нас любимая кошечка. Красотулечка. А ну, думаю, она нас любит. Ну, конечно. Что же нас не любить-то? Мы же ее тоже любим. Мы ее не обижаем. Ваня. Ваня, правда, ее купает иногда. Засунет в воду ей. Я иду. Следы мокрые. Ну, что такое? У кошки задница вся сырая. Нам мою Ваню. Да. Да. Моненький. Мы скажем. Я чистая всегда. Да. Чистая мордочка. Чистенькая. Да. Чистенькая. Пушистенькая. Я ее мою, чтобы она была чистая. Причистая. Вань, кошки, они сами моются. Их не надо мыть. Им не нравится. Они не любят воду. А, тогда я хочу, чтобы они попили воду. Ну, сынок, они сами решают, когда им пить, когда купаться. Понимаешь? Да. Ну, не надо мучить кошек. Вот он, смотри. Мурлычет. Тихо. Ты послушай, зритель, пока надо, Кайсинка. Мурлычет. Глазки ей надо почистить. Сейчас я глазки почищу. Ну, вот. Глазки спонжиком умыли. Вот. Теперь ты отсоси. Ты красивая, Кайсинка. Вот так. Вань, смотри, она сама к тебе прям прижимается. Пушистик маленький. Да, прижимается. Кайси, Оля, Кайси, Оля. Она думает, что я ее люблю. Наверное, ты же ее любишь. Да. Значит, она правильно думает. Ага. Прижимается. Даже не хочет убегать. Ну, валяйтесь. Ну, что ж, друзья, день продолжается. Вот именно сегодня, 22 декабря, у меня день рождения. Мне исполняется, исполнилось 44 года. Взросленькая девочка уже, поэтому надо испечь. Домашний тортик буду делать. Бисквитный именно. У меня 6 холодных яиц свежих. Высыпаю стакан сахара. Я включаю миксер. Поехали. Выпекать буду в мультиварке. В мультиварку положила пергамент, потому что она у нас уже так, чаша хорошо поюзана и будет иначе прилипать. Так что вот, все, ставлю. Режим выпечка на час. Решил, вернее, даже на 40 минут поставить, потому что быстро, в общем-то, выпекается. Посмотрим, если не хватит. Тогда еще допеку. Пока суть до дела, сделала гуляш. Все как обычно. Мясо слегка обжарила. Лук, морковь, болгарский перец, приправы, специи. Сейчас вот уже посолила. Накрываю крышкой. Еще немножечко в томицу меняю. И все, мясо готово. Буду делать салатик. В прошлый раз я делала, мне очень понравился. И мальчишкам моим тоже суперски вкусный получился. Итак, кукуруза, яйца, картошка, красный сладкий лук, соленые огурцы и крабовые палочки. Будет просто вкуснятина. Бисквитик мой готов. Сейчас буду делать крем, а бисквит пока подостынет. Это у меня домашнее сливочное масло. Также мы купили рогачевскую сгущенку. Она единственная вкусная. Сейчас я ее открою, вылью сгущенку сюда и собью все вместе. Будет вкусный крем. Вот что значит качественная сгущенка и домашняя масло. Крем не жидкий. Ну что, просто. Красота. Такая вот прелесть у меня получилась. И что мне очень нравится, что крем не течет. Чудесный, замечательный домашний чудо торт. Поставлю его сейчас в холодильник на пропитку. Крем супер. Черная смородина даст кислинку, потому что крем сладкий. И варенье тоже сладкое. Но будет супер. С одной стороны, хотела украсить его еще тертым шоколадом, но решила не буду портить такую близную красоту. Очень довольна. Супер. И больше, чем уверена, что он будет очень вкусный. Я молодец. Ну что ж, друзья. Вот такой вот скромный, но очень-очень вкусный сегодня у нас будет праздничный обед. Шикарное мясо. Правда, с макарушками. Но лично для меня это самое лучшее, что может только быть. Жареная красная рыба, нарезка колбасок, сало и так далее. Вкусный салат. Свои яблочки, кетчупы, вкусное вино. Вино крымское, кстати говоря. Массандра. И в холодильнике торт. В общем-то, вот это все. Все, что мы любим. Ну что ж, будем праздновать. Друзья мои, любите ли вы свои дни рождения, так как свой день рождения люблю я. Риторический вопрос. Последние лет, наверное, 7-8 я уже не люблю отмечать дни рождения. Ну свои, по крайней мере, точно. А вообще, в принципе, не только свои. Потому что, ну как-то уже не очень интересно. Это очень хлопотно. Вот вроде бы мой день рождения, мне должны делать как бы подарок, да, ну какой-то такой вот праздник. А получается, что целый день стоишь у плиты, а то еще и заранее. Приходят гости, прыгаешь вокруг них, убираешь, все накрываешь. Моешь, они уходят, и опять все убираешь, моешь. И, в общем-то, праздник и не праздник получается. Потому что опять в трудах и заботах. Вот. Ну как-то вот так получается. Вот если, допустим, выехать куда-то в какой-то кафе, там посидеть, поговорить, пообщаться. Вот если только так, может быть. Ну а в принципе, для меня день рождения как таковой вот праздник уже не существует, потому что время идет, возраст становится все серьезней и серьезней. И я не вижу уже как бы смысла отмечать свой день рождения. Когда ты молодой, пока ты ребенок, там либо подросток, либо молодой человек, интересно, хочется общаться с друзьями, делиться как-то своими успехами, или там наоборот как-то. А сейчас вот уже нет этого желания. Поэтому дни рождения я уже перестала отмечать даже в кругу семьи. Ну там, чтобы приезжали близкие родственники, сестра, мама, Сашины родственники. Это было все лет до 35, может быть, и то. Тоже через раз. Мне интересно будет узнать, как отмечаете дни рождения свои. Вы, мои дорогие зрители. И, кстати, хочу сказать большое спасибо, дорогие друзья, за ваши теплые слова в мой адрес, за поздравления. Очень приятно слышать от вас одобрение. Добрые поздравления. Большое-большое спасибо. Приятного внимания. Приятного внимания, конечно, все звонят, поздравляют. Близкие родственники дарят подарки. Все это очень приятно. И мы точно так же в дни рождения своих близких родственников звоним обязательно, дарим подарки. Все это у нас заведено так. Но все равно приятно слышать свой адрес. Добрые слова, добрые поздравления. Чего и вам желаю. Пускай в ваши дни рождения вам звонят в соцсетях, посылают цветы, сердечки. Добрые слова говорят. Красивые пожелания, дарят кучу подарков. Ну что ж, дорогие друзья, будем прощаться. Впереди праздники. Будем еще говорить друг другу много добрых, приятных слов. А сейчас прощаемся. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok